Николай Иванович Парфёнов умело воплощал на экране представителей советской бюрократии и быта, от чиновников и управдомов до бухгалтеров и соседей. Ему нечасто доставались главные роли, но он стал одним из самых популярных и запоминающихся актёров своего времени. Николай был шестым ребёнком в семье, которая рано потеряла отца и жила небогатая. Кормилицей была мать и два старших брата Николай и Борис, которые трудились на земле с утра до вечера. В 30-е годы семью Парфёновых обвинили в кулачестве, и их мать выслали на добычу торфа. Тогда Николай уехал в Москву, где устроился простым рабочим на завод. Но он не забывал о своей заветной мечте стать актёром. Он решил испытать удачу и поступить в театральную студию, организованную Театром Моссовета, где тогда был недобор. Потом именно этот театр стал его вторым домом на протяжении всей его жизни и дал возможность сыграть множество ролей. Парфёнов начал свою кинокарьеру в 45-м году, а в 50-е стал одним из самых востребованных актёров в фильмах о жизни и труде. Николай Иванович принял участие более чем в 130 картинах. Не прекращал сниматься до 80 лет. Многие зрители помнят его по фильмам «Афония» и «Мы, ниже подписавшиеся». На самом деле артист был совсем не похож на сыгранных им экранах персонажей, которые часто оказывались неловкими и неумелыми в общении. Николай Иванович знал поэзию, умел играть в шахматы и ценил хороший юмор. Кроме того, он не имел вредных привычек, избегал пить спиртное и всегда поддерживал своё здоровье. Артист очень дорожил своей семьёй, но крепкий брак ему удалось построить, лишь пройдя через расставание. Николай попробовал создать семью со своей коллегой Ольгой Васильевой, у них появилась дочка Ирина. Но они не сохранили чувства и развелись. Парфёнов тяжело переживал развод. Но потом друзья-актеры познакомили его с женщиной, работавшей в бухгалтерии театра, которая была в разводе и растила двоих детей. Николай Иванович не растрачивал свои заработки, надеясь повидать вместе со своей женой мир, но был обманут. В 90-е его деньги обесценились. Когда его супруга пострадала от инсульта и потеряла способность двигаться, Парфёнов ушёл из театра, чтобы уделять ей всё своё время. После её кончины он остался одиноким. Его поддерживала только сестра Антонина, а дочь Ирина приходила изредка. В конце жизни Парфёнов мучился от потери памяти и одиночества. Приёмные дети о нём не заботились, а только постепенно выносили из его квартиры всё ценное от телевизора до мебели. В итоге у Парфёнова не осталось ничего, кроме старого дивана, на котором он спал. Мужчина устал от такого отношения к себе и принял решение переселиться в дом престарелых для актёров. Он надеялся найти там уют и заботу, а также избежать опасности остаться на улице. Однако для того, чтобы его туда приняли, нужно было отписать свою квартиру. Парфёнов согласился, но обнаружил, что в его жилище прописана внучка. Это было сделано тайно от него при участии его жены Ларисы Ивановны. Парфёнов скончался от инсульта 86 лет, на Рождество 99 года. Его сестра, на глазах которой это произошло, решила кремировать брата. Она хранила урну с прахом у себя, думая, что, может быть, кто-то из коллег захочет с ним попрощаться. Но никто не явился. Урна с прахом была позже похоронена на Химкинском кладбище.